У постоянных зрителей моего канала может сложиться иллюзия того, что песни, о которых я пишу, так или иначе близки моим вкусам. Нет, это далеко не всегда так. Моя цель значительно шире, а именно дать обзор не только тем песням и исполнителям, которые нравятся лично мне, но и тем, которые стали очень популярны в массах, либо оказали заметное влияние на всю рок- и поп-музыку. Ведь музыка – это отражение определенного культурного фона той или иной эпохи, которую можно понять только в целостности. Согласитесь, было бы странно изучать ту же зоологию выборочно, мол, про крокодилов мне интересно, а вот про воробьев не очень. Помню, как меня ошарашили слова великого фантаста Рэя Брэдбери о том, что его марсианские хроники частично были вдохновлены марсианскими войнами Уильяма Берроуза, которыми будущий писатель зачитывался в детстве. Казалось бы, литературный уровень этих двух книг принципиально разный, но, как говорил Тютчев, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Вот и в этом ролике я расскажу о группе The Velvet Underground, у которой при жизни не было хитов и которую лично я практически никогда не слушаю для удовольствия. Более того, я вряд ли обратил внимание на эту монотонную, визжащую и скрежущую музыку с мрачными, вызывающими текстами, не будь группа столь уважаема в музыкальном мире. В списке 500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stones можно обнаружить аж три ее песни. Такое признание пришло группе далеко не сразу. В 60-е годы писали, что музыка группы не стоит даже потраченной на нее магнитофонной пленки. Впрочем, и тогда хватало людей, кто оценил группу по достоинству. По воспоминаниям Дэвида Боуи, мой друг дал мне дебютный альбом The Velvet Underground и сказал, это, конечно, дерьмо, но ты любишь странные вещи. Я послушал и был в восторге, испытав что-то вроде, да ладно, ведь это будущее музыки. И, кстати, история современной музыки была бы неполной без этой группы. Музыка могла звучать иначе, а иных стилей вообще бы не было. Хотя группа не добилась существенного коммерческого успеха, историки рока утверждают, что дебютный альбом The Velvet Underground, разошедшийся тиражом всего в 5000 экземпляров, оказал такое огромное влияние, что почти каждый купивший диск создал свою группу. История группы началась в 64-м году со встречи двух музыкантов, Лу Рида и Джона Кейла. Лу Рида, или Льюиса Алана Рабиновица, с натяжкой можно назвать нашим соотечественником. Семьи его родители прибыли в США из Российской империи. Впоследствии они обосновались и сменили фамилию на упрощенную Рид. Лу Рид отличался талантом к сочинению, он мог составить текст песни прямо во время выступления на сцене. Во многом развитию его таланта способствовал поэт Делма Шварц, который преподавал курс поэзии в университете, где учился музыкант. В начале 60-х Лу Рид работал на лейбле «Пик Уик» сочинителем обычных поп-песенок, хотя всегда тяготел к чему-то более новаторскому и шокирующему. Того же просила и душа Кейла, который увлекался авангардной шумовой музыкой. В 63-м году при содействии американского композитора Аарона Копланда Кейл получил стипендию для дальнейшего обучения классической музыке. Так он оказался в Нью-Йорке, где присоединился к группе художников-авангардистов, интересы которые охватывали все виды искусства. Следует сказать, что в объединение входили многие знаменитые люди. Один из самых влиятельных композиторов 20 века Джон Кейдж, теоретик постмодернизма художник Йозеф Бойс, японская художница-авангардистка Йоко Оно и многие другие. Большую поддержку новой группе оказал еще один авангардист, знаменитый создатель поп-арта Энди Уорхол. Тот самый, что рисовал банки с супом и разноцветных клонов Мерелин Монро. Он стал официальным менеджером группы. Кроме того, Уорхол попросил включить в состав группы свою протеже – Нико, девушку-модель немецкого происхождения. Недаром первый альбом группы так и назывался – The Velvet Underground Эннико. Также Уорхол разработал для этого альбома культовую обложку с желтым бананом и подписью «Медленно очисть и посмотри». На первых тиражах пластинки банан действительно можно было очистить, обнаружив под ним тот же банан розового цвета, напоминающий «Сами понимаете, что». Именно на дебютном альбоме находилось большинство композиций, которые вошли в золотой фонд рок-музыки. Первой стороной сингла стала композиция «Все завтрашние вечеринки», которая с одной стороны имела характерный для группы экспериментальный саунд, а с другой была запоминающейся и не слишком шокирующей. К тому же для сингла музыкантам пришлось укоротить 6-минутный оригинал до 2 минут 49 секунд. На тему песню Лурида вдохновили наблюдения за богемной жизнью, так называемой фабрике Энди Уорхола, где собирались не только художники, но и модели, фотографы, музыканты, писатели и режиссеры. Не случайно сам Уорхол называл эту песню одной из самых любимых. Впрочем, содержание песни вышло не очень веселым. Это песня о девушке по имени Дэрил, красивой миниатюрной блондинке с тремя детьми, из которых двух у нее забрали. Для контраста на второй стороне дебютного сингла разместили мелодичную балладу. Ее название «I will be your mirror» было вдохновлено фразой Ника, которую она сказала Лу Ридл после концерта 65-го года. Лу, я буду твоим зеркалом. Лирика песни и прям вышла хороша. Собственно, эта песня и была написана специально для того, чтобы Ника ее спела. Но, видимо, недаром рок-критик Ричард Голл прозвал Ника наполовину богиней, наполовину сосулькой. Певица из нее, как по мне, была очень слабенькая. В этом убедились и сами музыканты, которые просили Ника исполнить песню нежнее. Но та с каждым дублем пела все резче и агрессивнее. Дублей было столько, что в итоге девушка просто расплакалась. После чего ей сказали «Ну давай еще один раз. Если ничего не получится, не будем эту песню вообще записывать». И последний дубль оказался, по мнению группы, идеальным. Уорхол даже хотел, чтобы на виниловой пластинке сделали специальную царапину, благодаря которой фраза «Я буду твоим зеркалом» повторялась бы в конце по кругу, но затею так и не воплотили. К сожалению, сингл с этими вполне вменяемыми песнями в хит-парад так и не попал. Хотя песня «Сандэй Морнинг» и стала первым треком дебютного альбома, попала она на него последней. Это была еще одна попытка записать более-менее коммерческую песню для сингла с вокалом Нико. Правда, в процессе записи Рид все-таки решил исполнить песню сам, а Ника отвел роль бэк-вокалистки. Из-за поп-аранжировки далеко не все слушатели заметили, что в песне царит вовсе неблагостное настроение. Лу Рид сочинил песню в воскресенье в 6 часов утра, передав параноидальное настроение, которое человек испытывает после ночной гулянки с наркотиками и прочими элементами богемной жизни, по воспоминаниям Джона Кейла. Мы с Лу, как обычно, провели всю ночь под кайфом, а затем решили навестить одного из его старых приятелей из колледжа. К несчастью, у парня была жена, которая в 3 часа ночи почему-то не была рада визитам старых приятелей по колледжу, обдолбленных амфетаминами и требовавших музыку. У него была гитара, которую Лу забрал с собой. Тот вечер и вдохновил его сочинить эту песню. Сандэй Моллинг вышла на втором синге группы, но тоже не снискала успеха в чартах. Впрочем, как и все последующие синглы. Если вы уже немного расслабились, то самое время напрячься. Мы переходим к тем композициям группы, которые и сделали группу легендарной. Одной из таких композиций стал монотонный рок-н-ролл «Я жду человека», исполняемый от лица героинового наркомана, ожидающего своего дилера на одной из улиц Гарлема. Текст был написан в характерном для Рида документальном стиле. Как сказал сам автор, в песне все верно, кроме цены. Песню очень любил Дэвид Боуи. В 1972 году он записал на нее кавер, а на свое 50-летие исполнил ее со сцены вместе с Лу Ридом. Дэвид Боуи. В таком же документальном стиле была выдержана еще одна знаменитая песня «Героин». Хотя песня была построена всего на двух аккордах, она длилась целых 7 минут, постоянно меняя свой инструментарий, темп и нокаут. Шум на записи стоял такой, что на отметке 5 минут 20 секунд можно услышать, как барабанщица Морин Такер сбилась и перестала играть. Интересно, что Лу Рид сочинял песню давно, в 1964-м, когда еще работал сонграйдером на Пиквик Рекордс. Он вспоминал об этом так. Они заперли меня в комнате и сказали, «Напиши 10 песен про серфинг», а я написал «Героин», на что Лу Рид сказал, что такое они никогда не выпустят. Впрочем, нашлись и те, кому песня страшно понравилась. И хотя в ней было просто описание наркотического кайфа, без восхваления или осуждения наркотиков, на поверку она оказалась их пропагандой, о чем Лу Рид потом сильно жалел. Я писал эту песню, чтобы изгнать тьму и саморазрушение, таящиеся во мне, и надеялся, что другие люди воспримут это так же. Но когда я увидел, как люди реагируют на песню, мне стало не по себе. Например, ко мне подходили и говорили, «Я впервые вмазался под твой героин». Что там у нас идет после рок-н-ролла и наркотиков? Правильно, секс. Причем в данном случае не просто секс, а секс, так сказать, с изюминкой. Ну а чего еще ждать, когда свое название «The Waggot Underground» подчеркнули из одноименной книги Майкла Лейта «Бархатное подполье», посвященный садомазохизму. Думаю, многие знают, что сам термин «мазохизм» происходит от фамилии австрийского писателя Леопольда Захера Мазаха, который в 1870 году выпустил повесть «Венера в мехах». Там он написал чувство мужчины, который переживает сексуальное удовольствие от доминирования и унижения со стороны женщины. То же название и ту же тему обыгрывал Иллу Рид в своей песне «Winus in First». Хотя Рид использовал щекотливую тему для песни, на самом деле он не был поклонником Захера Мазаха и впоследствии называл повесть «Венера в мехах» ерундовой. Второй альбом группы получился самым экспериментальным во всей их дискографии, а самой экспериментальной песней на нем стала 17-минутная Систер Рэй, которую я, признаться, с трудом дослушал до конца. Да что там я? Даже звукорежиссер отказался слушать эту затяжную какофоническую импровизацию, заявив «Я включаю запись и ухожу. Как закончите, позовете». В результате песня была записана с первого дубля. Что касается текста, то он представляет собой не менее хаотичный поток сознания, где смешались в призвольном порядке наркотики, насилие, групповой секс, гомосексуализм, трансвестизм и черт знает что еще. Впрочем, в среде рок-музыкантов было немало ценителей песни, которые говорили о сильнейшем влиянии этой композиции на их дальнейшее творчество. А отдельные критики называли песню «восхитительной какофонией». Дойдя до определенной грани, Лурид стал плавно поворачивать в другом направлении. Его песни становились более мягкими, мелодичными и одновременно менее оригинальными. Кейлу это не нравилось, и перед записью третьего альбома он группу покинул. А во время записи четвертого альбома из группы ушел и Лурид, чтобы заняться сольным творчеством. Песня «Loaded» под названием «Милая Джейн» была последней попыткой Рида сочинить для группы успешный коммерческий сингл. Практически вся песня была построена на одном гитарном рифе, под который Лурид в привычном стиле декламировал загадочный текст, который как только не трактует. Одни пишут, что это ироничный взгляд на жизнь рок-звезд, другие считают, что под «Милой Джейн» подразумеваются наркотики, третий, что это некая муза. Как тут не вспомнить песню «Сладкая Энн» нашего Майква Науменко, кстати, большого поклонника Лурида. И кое-как я умылся и почистил зубы, и подумав, я решил, что бриться мне лень. Я вышел и пошел, куда глядели глаза, благо было светло, благо был уже день. Песню сводили уже без Рида, поэтому решили выбросить из нее проигрыш. Автор, разумеется, был недоволен и впоследствии сожалел, что не задержался в группе, чтобы показать им, что делать. Хитом Sweet Jane так и не стало, но впоследствии на нее было записано множество каверов, из которых самому Луриду больше всего нравился кавер 1988 года от группы Cowboy Yankees. Интересно, что группа взяла в качестве образца ранний вариант песни, который The Velvet Underground играли еще в 1969 году. Текст там заметно отличался от канонического и был более любовно-лиричным. Состав участников группы стал меняться как перчатки, но все же в 1973 году вышел весьма невыразительный альбом «Сжатие». С выходом этого диска стало окончательно понятно, что главной творческой и движущей силой был Лурид, и вскоре The Velvet Underground объявили о распуске коллектива, а Лурид выпустил свой, уже второй сольный альбом под названием «Трансформер», который наконец-то добился успеха. На обложке альбома Лурид предстал в модном глэмовом образе с обильным гримом на лице, напоминающий раскраску панды. Во многом успех был связан с тем, что продюсировать альбом взялся давний поклонник The Velvet Underground Дэвид Боуи. Именно Боуи, выступающий под маской инопланетянина Зига Стардаста и находившийся тогда на взлете своей карьеры, подыскал для записи талантливых музыкантов и аранжировщиков. Последние превращали песни в такие приятные конфетки, что слушатели и диджеи пропускали мимо ушей скандальную начинку. Недаром однажды Лурид сказал с горькой иронией, «Кажется, чем меньше я вмешиваюсь в запись, тем успешнее она становится». Ярким примером вышесказанного является песня «Walk on the Wild Side», которая лежала в закромах Рида довольно давно. Поначалу она должна была стать частью мюзикла по одноименной книге Нельсона Олгрена. Проект так и не был реализован, но песня продолжала дорабатываться. В итоге от книги Олгрена в ней осталось только название. Арт-студия «Фабрика» известного авангардного художника Энди Уорхола всегда была прибежищем для разных нестандартных личностей. Были среди них и трансвеститы, которые покинули нетолерантную провинцию и отправились в Нью-Йорк. Поначалу они зарабатывали себе на жизнь проституции, а потом стали принимать участие в экспериментальных фильмах, снятых Уорхолом. В своей песне Лурид с привычной документальностью рассказывает о судьбе трех таких трансвеститов Холли Вудлан, Кэнди Дардинг и Джеки Кертис. Кроме трансвеститов, Лурид упомянул еще двух актеров, которые играли в фильмах роль наркодилеров. Рид неплохо понимал своих героев, ибо сам принимал наркотики и отличался гомосексуальными наклонностями. По его воспоминаниям, родители даже пытались вылечить его от этого с помощью электросудорожной терапии. Впрочем, это не мешало Луриду встречаться с девушками и быть трижды женатым. Казалось бы, с таким текстом песни на радио и в чартах ничего не светило. Но кто будет слушаться в текст, если музыка очень хорошая? Благодаря сессионному музыканту Херби Флауэрсу, песня Рида была упакована в изысканную джазовую оболочку. Одной из необычных фишек стало наличие двух басовых партий. Одну Флауэрс сыграл на контрабасе, а вторую на безладовой бас-гитаре. Правда, позже музыкант цинично признавался в том, что придумал все это для того, чтобы получить двойную оплату. Барабанщик Ричид Харма играл не палочками, а кисточками, а в конце можно было услышать сладкое саксофонное соло бывшего учителя Дэвида Боуи Рони Росса. Ну и, конечно, нельзя не упомянуть бэк-вокалисток, исполняющих бессмысленный, но заразительный рефрен. В результате истинный смысл песни ускользнул от диджеев, и сингл стал самым успешным в карьере Лу Рида. Парадокс, но спустя 15 лет на песню ополчились не натуралы, а трансгендеры. Известна история о том, что канадским студентам пришлось каяться перед трансгендерным сообществом за то, что они крутили эту песню в кампусе. Знакомые Лу Рида были в недоумении, почему песня, смело затрагивающая неудобную тему в 70-е, стала считаться оскорбительной в новом тысячелетии. Песня так и осталась единственной записью Лу Рида, сумевшей попасть в топ-40 США. Однако далеко не всегда хит-парады могут служить мерилом истинной популярности песни. Взять хотя бы вторую сторону того же сингла, где находилась песня Perfect Day. Как по мне, эта композиция с ее парящими струнами и меланхоличной партией фортепиано, которую сыграл сам Боуи, звучит даже более красиво. На этот раз текст песни был предельно ясным. Идеальный день в изложении Лу Рида это день, проведенный вместе с любимым человеком и наполненный простыми житейскими радостями, распитием сангрии, походом в кино и зоопарк. По словам автора, песня была описанием реального выходного дня, который он провел в Центральном парке Нью-Йорка вместе со своей будущей женой Бетти Кронстад. Не все слушатели готовы были принять столь ясный посыл. Грустная фортепиано, отстраненный голос и единственная загадочная строчка прямиком из Библии «Что посеешь, то и пожнешь» породили странные интерпретации, мол, Рид поет вовсе не о девушке, а о своем гибельном пристрастии к героину. Масло в огонь подлил и фильм «На игле», где песня прозвучала в сцене героиновой передозировки. Сам автор всегда называл подобной интерпретацией чепухой и заявлял, что имел в виду именно то, что сказал. О популярности песни свидетельствует и множество каверов. Одним из самых успешных стал кавер от «Дюран Дюран», который в 95-м году занял в британском хит-параде 28-е место. А в 97-м году одно рекламное агентство организовало запись коллективного исполнения песни, на котором кроме Лурида отметились Дэвид Боуи, Бона из U2, Сьюзан Вега, Элтон Джон и другие. Запись вышла как благотворительный сингл для организации «Дети в беде» и стала в Британии номер один. А что до Velvet Underground, то музыканты пытались воссоединить коллектив, а в 93-м году даже состоялись гастроли по Европе. Однако Рид и Кейл снова вступили в конфронтацию. Это означало, что у группы не было ни единого шанса на жизнь. А 30-го сентября 95-го года появилась информация о том, что музыкант группы Стерлинг Моррисон умер от рака. А через несколько месяцев после его кончины группа была включена в зал славы рок-н-ролла. В 13-м году ушел из жизни сам Лу Рид. Музыканту сделали пересадку печени, однако это не спасло звезду от кончины. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова